Сегодня у нас в гостях Ольга Запольнова, заведующий диспансерным наркологическим отделением психиатрической больницы номер 24. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Насколько я знаю, для врачей вашей специализации сентябрь какой-то особенный месяц. Расскажите об этом. Да, ежегодно на территории Московской области и в Ленинском городском округе в том числе проходит сентябрьский антинаркотический месячник. В это время мы акцентируем нашу работу именно на профилактике наркологических заболеваний и в частности профилактике наркомании. Проводятся консультации, горячие линии, какие-то мероприятия антинаркотические в рамках наркологического диспансера и на территории Ленинского городского округа. На ваш взгляд, насколько эффективна эта работа? Я понимаю, спрашивать у вас, человека, который ведет эту работу, насколько она эффективна, немножко неправильно, но все же такой вопрос я хотел бы задать. Каждый сентябрь мы стараемся привлечь как можно больше внимания к нашей работе и к проблеме наркомании среди населения Ленинского района. Почему? Потому что, несмотря на то, что мы проводим работу постоянно, регулярно, интенсивно, но появляются какие-то новые вопросы у людей, появляются новые пациенты, появляются новые проблемы. И я считаю, что регулярно нужно освещать нашу работу и напоминать гражданам, куда можно обратиться в случае развития наркологического заболевания, куда можно обратиться при подозрении на наркологическое заболевание. И что же делать с этим? А насколько актуальна эта проблема именно для Ленинского городского округа, если, допустим, сравнивать хотя бы с ближайшими муниципалитетами или вообще в ситуации по Московской области в целом? Мы не находимся в печальных лидерах по распространению наркомании среди муниципалитетов Московской области и Российской Федерации. Но проблема наркомании, как никогда, в последние годы очень актуальна для Ленинского городского округа. Это связано с близостью к городу Москве. Мы находимся территориально на пути движения наркотических веществ в столицу, тесно связанной с автомагистралями, с трафиком наркотических веществ. Это во-первых. Во-вторых.